Наталья Алексеевна Тучкова-Огарёва. Иван Сергеевич Тургенев, 1848-1870 годы. Воспоминания Натальи Алексеевны Тучковой-Огарёвой, 1829-1913 годы, одно из немногих мемуарных свидетельств, рисующих пусть мимолетно Тургенева в семье Герцена. И в этом их несомненная ценность. В зиму 1848 года, с конца ноября по декабрь, Тургенев был частым гостем Герцена. В том же году Наталья Алексеевна встретилась с Тургеневым. Тучковы жили тогда в Париже в одном доме с семьёй Герцена. О своих визитах к ним Тургенев писал Полине Виардо 30 апреля 1848 года. Тургенев письма, том 1, страницы 459 и 587. Имя Тучковых занесено Тургеневым в мемориал в записи 1848 года. Наибольшей симпатией Тургенева пользовалась младшая дочь Тучкова, Наталья Алексеевна. Она росла в семье, где свято чтили память декабристов. Её отец в молодости был членом Союза благоденствия. В семье, близкой Герцену и кругам прогрессивной русской интеллигенции. В пору знакомства с Тургеневым Наталья Алексеевна Тучкова была под впечатлением революционных событий в Париже и Италии, откуда она только что вернулась. Натура темпераментная, восприимчивая, открытая, заинтересовала и увлекла писателя. Перед отъездом Тучковой из Парижа Тургенев подарил ей памятную книжечку с полушутливой надписью. «Эта книжечка подарена мною, Наталье Алексеевне Тучковой, чтоб она напоминала ей о человеке, который очень её полюбил. Желаю ей здоровья, веселья, счастья и свободы». Литературное наследство. Том 73. Книга 1. Страница 362. Наталья Александровна Герцин в письме к Елизавете и Наталье Тучковым замечала, обращаясь к Натали. «Тургенев сказал, что часто вспоминает тебя, что яркими красками описал тебя там, где он находится. В семье Виардо». Герцин. Том 23. Страница 374. Тургенев посвятил Наталье Алексеевне Тучковой свою комедию «Где тонко там и рвётся», которую он написал в июне 1848 года. «Сегодня прочёл комедию Тургенева», — сообщал Тучковый Огарёв. «Тут столько наблюдательности, таланта и грации, что я убеждён в будущности этого человека. Он создаст что-нибудь важное для Руси. А потом он вас любит». Тургенев. Сочинение. Том 2. Страница 560. Тургенев в глазах Тучковый писатель, тонкий, с редкими дарованиями, с необыкновенно изящным вкусом, но далёкий от политических взглядов и стремлений. Тучкова-Огарёва. Воспоминания. Москва. Госслит издат. 1959 год. Страница 111. Эта точка зрения, до некоторой степени выражавшая отношение к Тургеневу в среде Герцена-Огарёва, сказалась и в настоящих воспоминаниях о нём. Возвратившись в Россию, Тучкова выходит замуж за Огарёвым. В 1855-56 годах Тургенев часто встречается с ними в Петербурге. В это время писатель особенно дружен с Огарёвым, увлечён его поэзией. В 1856 году Огарёвы покидают Россию, они спешат к свободным берегам в Лондон, к Герцену. Воспоминания Тучковой-Огарёвой, рисующие лондонские встречи с Тургеневым в 60-е годы, отрывочны. Во многом это объясняется тем, что, начиная с 1862 года, обостряется полемика Герцена и Тургенева по самым важным, кардинальным проблемам современного развития России и Западной Европы. Но после нашумевшего в 1863 году «Дело 32», по которому Тургенев обвинялся в нелегальных связях с лондонскими изгнанниками и ответов писателя на вопросы следствия, отношения его с Герценом резко ухудшились. Герцен обвинил Тургенева в двоегласии, после чего наступил разрыв в отношениях между ними, длившиеся около трёх лет. В эти годы прекратилась их всегда оживлённая переписка. Тургенев не появляется больше в доме Герцена. Наталья Алексеевна Тучкова-Огарёва с 1857 года стала женой Александра Ивановича Герцена. Сведения, сообщаемые мемуаристкой о встречах с Тургеневым в 1870 году во время предсмертной болезни Герцена, подтверждаются письмами самого Тургенева, свидетельствами других лиц. Мемуарный очерк Натальи Алексеевны Тучковой-Огарёвой впервые опубликован в «Русской старине» 1889 год, книга 2. Текст печатается по изданию Натальи Алексеевна Тучкова-Огарёва «Воспоминания. Москва. Госледизда. 1959 год. Страницы с 279 по 291». Глава первая. В Риме Тучковы встретились с семьёй Александра Ивановича Герцена. Узнав о революционных событиях во Франции, они в феврале 1848 года приехали в Париж. Герцен с семьёй вернулся в Париж 5 мая. Сначала Анненков пришёл к нам один. Он нам всем очень понравился. Его непринуждённость, приятное и ровное обхождение со всеми, его готовность нам всё показывать в Париже, где он был как дома, приводили нас в восторг. Его помощь была всего чувствительнее в картинных галереях. Он понимал живопись, много уже видал галереи за границей и любил объяснять нам особенности картин, которые были у нас перед глазами, но которые бы мы, вероятно, без него не заметили благодаря нашей неопытности. Через несколько дней Анненков привёл к нам Ивана Сергеевича Тургеневым. Высокий рост Ивана Сергеевича, прекрасные его глаза, иногда упорная молчаливость, иногда, наоборот, горячий разговор, бесконечные споры с Анненковым на всевозможные темы — всё это не могло не поразить нас. Капризность его характера не замедлила выказаться в каждодневных посещениях им нашего семейства. Иной раз он приходил очень весёлый, другой раз — очень угрюмый, с иными вовсе не хотел говорить и так далее. У Виардо, говорят, он не позволял себе капризов, с русскими он чувствовал себя свободнее. Многие за глаза смеялись над продолжительностью его привязанности к Виардо, а я думаю, напротив, что это было его самое лучшее чувство. Какова же была бы его жизнь без него? Мне только грустно то, что Виардо была иностранка, понемногу она отняла его у России. Женщина без выдающегося таланта, без обстановки искусства, ни артистическая натура не могла бы ему нравиться долго. В его произведениях, особенно в записках охотника, так виден поэт, что он не мог бы ужиться в другом мире. Для Виардо он покинул Россию, отвык от неё, она остановилась всё дальше, дальше, будто в тумане. Он продолжал писать, но талант его изменился, угасал, как и талант Огарёва. Не точно, за границей Огарёв написал такие зрелые свои произведения, как поэмы «Матвей Радаев», «Сны», «Ночь», стихотворения Михайлову, «Память Ирлеева» и другие. На родине с 1849 по 1855 год Николай Платоныч Огарёв написал более стихотворений и лучших, чем в продолжении всей его жизни за границей. На одного Байрона отсутствие из родины не имело влияния, но он был мировой поэт, к тому же он ненавидел Англию. Но как ненавидел? Потому ли, что слишком горячо её любил? Или это была аномалия, как бывает очень редко, с детьми, которые не любят своих родителей? Кто нам скажет? Возвращаясь к Тургеневу, я вспоминаю, как он в это время нам всем казался странен. Он приходил к нам ежедневно, иногда, чтобы играть в шахматы с моим отцом, иногда исключительно для меня, с остальными дамами он только здоровался, а дам было много, особенно с возвращения из Италии семейства Герцена, и все дамы, конечно, замечательнее меня. Жена Герцена, о которой я много говорила в записках, «Пасек» была поэтическая натура и наружности очень привлекательной. Имеются в виду воспоминания Тучковой-Огарёвой, вошедшие в книгу мемуаров «Пасек». «Пасек» из дальних лет. Книга вторая. «Москва». Госледиздат. 1963 год. Глава пятая. Мария Фёдоровна Корж, сестра Евгения, немолодая уже девица, умная и очень любезная, красивая и ещё не старая мать Александра Ивановича Герцена, Луиза Ивановна, и Мария Каспаровна Эрн, ныне мадам Рейхель, тогда девушка, очень умная, весёлая и образованная. Моя мать, тогда ещё довольно молодая и тоже красивая, моя сестра Елена, которую за необыкновенную грацию Наталья Александровна Герцен называла своим пажом, и я, дурнушка, которую она называла своей консуэллой или миньоной Гёте. Наталья Александровна Герцен была очень привязана к сёстрам Тучковым, особенно к Натали. На меня бесконечно хорошее влияние имело встречи с молодыми Тучковыми и близость с ними, особенно с Натали, писала она в марте 1848 года. «Богатая натура» и «Что за развитие?» Литературное наследство, том 63, страница 378. Тургенев любил читать мне стихотворения или рассказывать планы своих будущих сочинений, помня до сих пор канву одной драмы, которую он собирался написать, и не знаю, осуществилась ли его мысль. Он хотел представить кружок студентов, которые, занимаясь ей шутя, вздумали для забавы преследовать одного товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его. Он выносил все с покорностью, так что многие, ввиду его кротости, стали считать его за дурака. Вдруг он умирает. При этом известие сначала раздаются со всех сторон шутки, смех, но внезапно является один студент, который никогда не принимал участие в гонениях на несчастного товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, но теперь он будет говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный товарищ. Тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой-нибудь факт, оказанный им помощи, доброты и прочее. Шутки умолкают, наступает неловкое тяжелое молчание, занавес опускается. Тургенев сам воодушевлялся, представляя с большим жаром лица, о которых рассказывал. Отчасти этот замысел воплощен в повести Тургенева «Яков Пасынков», 1855 год. Иногда Иван Сергеевич приносил мне духи горденьи, его любимый запах, говорил со мною даже иногда Авиардо, тогда как вообще он избегал произносить ее имя. Это было для него вроде святотатства. Он написал тогда маленькую комедию, где тонко там и рвется, прочел ее у нас и посвятил мне. Когда мы ходили всем обществом гулять по городу, он вел меня под руку, несмотря на то, что он был самый высокий, а я — самая маленькая из нашего общества. Раз, когда мы вышли смотреть иллюминацию, Тургенев вдруг почти присел. «Что с вами?» — спросил я с удивлением. «Ничего», — отвечал он. «Я хотел только убедиться, можете ли вы что-нибудь видеть через эту сплошную толпу. Иллюминация очень хороша». Вероятно, убедившись, что мне почти ничего не видно, Тургенев подвел меня к какому-то крыльцу и ввел на верхнюю ступеньку. Там действительно я могла вполне любоваться великолепным зрелищем иллюминации в Париже. Впоследствии мы жили в одном доме с Александром Ивановичем и Натальей Александровной Герценами в Париже, и потому Тургенев часто заставал меня с сестрой у Натальи Александровны. Часто Александра Ивановича не было дома. Тогда Тургенев читал мне что-нибудь, при этом, если все сидели вместе, то у Тургенева являлись удивительные фантазии. Он то просил у нас всех позволения кричать, как петух, влезал на подоконник и действительно неподражаемо хорошо кричал и вместе с тем устремлял на нас неподвижные глаза. То просил позволения представить сумасшедшего. Мы обе с сестрой радостно позволяли, но Наталья Александровна Герцен возражала ему. — Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете, — говорила она. — Да, пожалуй, и напугаете меня. Но он не обращал внимания на ее возражение. Попросит у нее, бывало, ее бархатную черную мантилью, драпируется в нее очень странно и начинает свое представление. Он всклокочет себе волосы и закроет себе ими весь лоб и даже верхнюю часть лица. Огромные серые глаза его дико выглядывают из-под волос. Он бегал по комнате, прыгал на окна, садился с ногами на окно, делал вид, что чего-то боится, потом представлял страшный гнев. Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело. Тургенев оказался очень хорошим актером, слабая Наталья Александровна отвернулась от него, и все мы вздохнули свободно, когда он кончил свое представление, а сам он ужасно устал. Когда нас звали с сестрой наверх, Иван Сергеевич или уходил в кабинет Герцена, смежную с гостиной комнату, или ложился на кушетку в гостиной и говорил мне, «Возвращайтесь поскорее, а я пока понежусь». Он очень любил лежать на кушетках и имел талант свернуться даже на самой маленькой. Наталья Александровна или читала, или занималась с кем-нибудь из детей, а на Тургенева не обращала ни малейшего внимания. Он был, как и Павел Васильевич Анненков, короткий знакомый в их доме. Анненков имел большую симпатию и глубокое уважение к Наталье Александровне. Тургенев же, напротив, не любил ее, мало с ней говорил, как будто нехотя. Нередко случалось им даже говорить друг другу колкости. Тургенев и Наталья Александровна Герцен холодно относились друг к другу. «Для меня этот человек получил новый интерес с тех пор, как ты с ним сблизилась», писала она Тучковой Огаревой о своем отношении к Тургеневу. «Я любила его видеть после твоего отъезда. Он мне напоминал тебя. У меня даже было влечение поговорить с ним о тебе. Но он так вяло и томно смотрит и отвечает, что я опять ухожу в себя, даже ухожу в свою комнату. Он для меня, как книга, рассказывает интересно, но как дело дойдет до души, ни привету, ни ответу». «Русские пропилеи». Том 1. Москва. 1915 год. Страница 247. После смерти Натальи Александровны Герцен, прочитав о ней в «Былом и думах», Тургенев писал Герцену. «В этих главах чрезвычайно много поэзии и юности. Лицо твоей жены, всем нам действительно малоизвестной, привлекательно и живо. Отрывки из ее писем дают понятие о замечательной натуре». Тургенев письма. Том 3. Страница 77. Я была в странном положении между ними двумя. Горячо любя Наталью Александровну, я была, однако, как молодая девушка, очень польщена постоянным вниманием Ивана Сергеевича ко мне. Но я оставалась совершенно спокойна, и мысль полюбить его никогда мне не приходила в голову. Я не кокетничала, но видела в Тургеневе особенно талантливого и оригинального человека. И мне это нравилось. Бывало только иногда досадно на насмешке дам, которые меня дразнили, называя внимание Тургенева ухаживанием. Иногда мне хотелось ему высказать, что его постоянное и исключительное ко мне внимание конфузит и навлекает на меня разные маленькие неприятности. Но взгляну, бывало, на его большие прекрасные глаза, которые так добродушно, почти по-детски улыбаются, и промолчу. Раз мы все сидели, то есть молодежь, на крыльце, которое выходило в наш садик. Был теплый июльский вечер. А Ненков и Тургенев тоже были с нами. Вдруг Иван Сергеевич обратился ко мне с вопросом. — Мадемуазель Натали, за которого из нас двух вы бы скорее пошли замуж, разумея, Анненкова. — Не за кого, — отвечала я, смеясь. — Однако, если б нельзя было отказать обоим, — сказал он. — Почему же нельзя, — сказала я. — Ну, в воду бы бросилось. — И воды бы не было, — возразил Тургенев. — Ну, — сказала я, смеясь, — за вас бы пошла. — А-а-а, вот этого-то я хотел. Все-таки вы меня предпочли Анненкову, — сказал Иван Сергеевич, глядя на Анненкова с торжествующей улыбкой. — Конечно, — сказала я, — если и воды нет. И все засмеялись. Осенью мы оставили Париж. Тучковы оставили Париж в августе 1849 года. Срок, назначенный для нашего путешествия, оканчивался. Иван Сергеевич пришел проститься и принес мне на память маленькую записную книжечку, где было написано, чтоб я никогда не принимала серьезного решения, не взглянув на эти строки и не вспомнив, что есть человек, который меня никогда не забудет. Мы уехали. Подаренная Тургеневым миниатюрная записная книжечка в красном муаровом переплете хранится в Цгале. В этой же книжке на листке с пометой «Суббота» сделана запись рукой Николая Платоныча Огарева. «Желание Тургенева сбылось». «Мы счастливы, потому что ужасно любим друг друга. Моя Наташа». Литературное наследство, том 73, книга 1, страница 362. Глава 2. Через год или два я услышала, что Ивану Сергеевичу велено жить в его имении в Орловской губернии, где он прожил безвыездно два года. Говорили, что он был сослан за то, что находился в Париже во время июньских дней 1848 года. Тогда были большие строгости. Мемуаристка не называет главных причин ареста и ссылки. Во время ссылки Ивана Сергеевича Виардо была приглашена петь в Петербурге. Все были очень удивлены, что у нее не хватило мужества навестить Тургенева в его Спасском. Не повидавшись с ним, она возвратилась за границу. В сезон 1852-53 года Полина Виардо пела в Петербурге и в Москве. О встрече Тургенева с Виардо весной 1853 года было уже сказано в предыдущих комментариях. «Впоследствии, уже замужем, я была однажды в Петербурге», — Огарев хлопотал о получении заграничного паспорта. «Наш был первый, выданный в наступившем царствовании Александра II». Огаревы уехали за границу в начале 1856 года, в пору начавшегося после смерти Николая I общественного оживления. Зиму 1856 года Тургенев жил в Петербурге. «Кто-то нам сказал, что Иван Сергеевич Тургенев тоже в Петербурге. Мы этому очень обрадовались оба. Сначала Огарев встретился с ним у кого-то из общих приятелей, потом Тургенев явился к нам. Мы стояли в какой-то гостинице. Никогда не забуду этой встречи, так мало я ее ожидала. Когда Тургенев постучал в дверь, я сидела в первой комнате, Огарев был во второй. Он хотел идти навстречу входящему, но Тургенев предупредил его, услышав обычное «Войдите». Он вошел, кланяясь мне на ходу и спеша к Огареву. Дверь была открыта, и я слышала, как он сказал Огареву. «Ведь вы женаты. На ком?» «На Тучковой?» — отвечал Огарев с простодушным удивлением в голосе. «Да вы разве не знаете?» «Познакомьте меня, пожалуйста, с вашей женой», — сказал Иван Сергеевич. «Да ведь вы, кажется, давно знакомы», — говорит Огарев и зовет меня. «Я встаю, они входят, и я не могла не улыбнуться, протягивая руку этому новому знакомому. Это была какая-то сцена из Онегина. С этой минуты Иван Сергеевич был действительно новый знакомый». Зато к Огареву у него была в ту эпоху горячая симпатия. Тургенев, узнавший о Огареву еще в 1841-1942 годах, попал под обаяние его личности. По словам Тучковой, у него страсть к Огареву. «Русские пропилеи». Том 4, Москва, 1917 год, страница 141. Особенно близки были они в середине 50-х годов, до тех пор, пока идейные и творческие разногласия, возникшие впоследствии, не развели их. А в этот петербургский период Тургенев, ревностный доброжелатель поэзии Огарева, он радуется каждому хорошему слову о его стихах, хлопочет о прохождении в цензуре поэма Огарева «Зимний путь». Тургенев, письма, том 2, страницы 341, 367 и 611. Прощаясь, он говорил ему, «Я не могу так уйти, скажите мне, когда я вас увижу снова, где, назначьте день и прочее». Мне кажется, все очень горячие чувства его, кроме Квиардо, не длились долго. Раз он зашел к нам в Петербурге в отсутствие Огарева и сказал мне, «Я хотел передать Огареву поручение Некрасова, но все равно вы ему скажите, вот в чем дело. Огарев показывает многим письма Марии Львовны и позволяет себе разные о них комментарии. Скажите ему, что Некрасов просит его не продолжать этого. В противном случае он будет вынужден представить письма Огарева к Марии Львовне, куда следует, из чего могут быть для Огарева очень серьезные последствия». «Это прекрасно!» — вскричала я с негодованием. «Это угроза доноса по всей форме, и он, Некрасов, называется вашим другом, и вы, Тургенев, принимаете такое поручение?» Он проговорил какое-то извинение и ушел. «Конечно, это объяснение ничуть не способствовало нашему сближению. Из писем Марии Львовны, присланных Огареву по смерти ее, он узнал, что, несмотря на то, что Панаева с поверенным Шаншиевым по доверенности Марии Львовны получили Орловское имение для передачи ей, все-таки они ее оставляли без всяких средств к существованию, так что она умерла, содержимая Христа ради, каким-то крестьянским семейством, близ Парижа». О недразумении в связи с делом об Огаревском наследстве в предыдущих комментариях. Глава третья. «Каждый год раз или два Тургенев приезжал в Лондон. Иногда он бывал очень весел. Не могу забыть, как он приехал однажды с каким-то соотечественником из литераторов. По всей вероятности, с Елисеем Яковлевичем Колбасиным. Об этом воспоминания и комментарии Колбасина во втором томе настоящего издания. Последний вовсе не знал по-французски. Когда стали спрашивать паспорты на французском пароходе, оказалось, что молодой человек запрятал свой паспорт куда-то далеко в чемодан. Тургенев его успокаивал, говоря, что это не беда. Спросят имя и прочее, и запишут. Так и случилось. Услышав, что у молодого русского паспорта нет, Гарсон вынул записную книжку и начал делать обыкновенные вопросы. «Ваше имя, фамилия?» Молодой литератор Бойко отвечал. «Сколько лет?» Продолжал Гарсон. «Сто двадцать семь!» Отвечал скромно наш путешественник. Тургенев кусал себе губы, чтобы не разразиться смехом. «Что?» Переспросил Гарсон, не веря своим ушам. Молодой литератор уверенно повторил. Тогда улыбка мелькнула на лице Гарсона, и он стал пристально осматривать говорящего. В глазах его читалось. «Диабль! Черт возьми! В этой стране снега и льда люди удивительно сохраняются. Сто двадцать семь лет, а ему и двадцати пяти не дашь на вид!» И Тургенев хохотал, не стесняясь смущением своего молодого друга, который прерывал его сконфуженно, говоря, «Это все вы, Иван Сергеевич, право, вы и сами!» Помню еще один замечательный случай. Это было около 1861 года. Кто-то приехал из Парижа к нам и рассказывал, как русские, находящиеся в Париже, собрались на дебаркадере, чтобы приветствовать при въезде в Париж одно высокопоставленное лицо, отправляющееся в кругосветное путешествие. Когда ожидаемый поезд приблизился, и ожидаемое лицо вышло, наши соотечественники встретили его с почтительным приветствием. Но вместо обычного любезного ответа на оное последовало резкое замечание о том, что неприлично русским дворянам носить бороду. Приветствующие были поражены подобным обращением. Слыша об этом происшествии из достоверного источника, Герцен хотел рассказать это в колоколе. Но вдруг является Иван Сергеевич и говорит, что приехал за тем, чтобы передать Герцену, что его просят не печатать о вышеупомянутом факте. Высокопоставленное лицо обещает в продолжении всего своего путешествия воздерживаться от подобных выходок, если Герцен промолчит на этот раз. Это было передано Ивану Сергеевичу князем Орловым, служившим посланником в Бельгии. Герцен и высокопоставленное лицо сдержали оба слова. Однажды Тургенев приехал в Лондон в очень хорошем расположении духа. Он нас забавлял разными рассказами о родине. Между прочим, мы были очень заинтересованы следующим рассказом о государе Николай Павловиче и графе Т. Всем известно, что Николай Павлович предпочитал штатской службе военную службу, особенно терпеть не мог, чтобы оставляли военную службу для штатской. Как-то случилось, что граф Т. оставил военную службу и взял отставку. Кажется, год спустя, находясь в Петербурге, Т. был приглашен коротким знакомым на многолюдный раут, куда и отправился в простом пиджаке. На его беду совершенно неожиданно явился туда и Николай Павлович. Он прохаживался по залам, его высокий рост позволял ему различать всех в густой толпе. Заметив Т., который был тоже высокого роста, Николай Павлович направился в его сторону. За виде государя граф Т. приветствовал его с замиранием сердца, чувствуя себя как бы виноватым перед государем за то, что находился в отставке. Николай Павлович отвечал слегка на его поклон и стал всматриваться в его костюм. «О, Маншар Т., как вы разоделись? Как это называется?» — сказал он с улыбкою. «Пиджак ВВ?» — продолжал он, взяв его за рукав. «Пиджак ВВ», — повторил Т. с сильным сердцебиением. «Недурно, но какая разница с военным мундиром?» — сказал государь и проследовал дальше. Т. вздохнул всей грудью, надеясь, что его приключение окончено, но, походя немного и милостиво разговаривая с некоторыми лицами, Николай Павлович опять увидал неподалеку Т. «А, Т., как же называется ваш костюм?» — сказал он. «Пиджак ВВ». «Как?» «Пиджак ВВ?» — переспросил Николай Павлович. «Пиджак ВВ», — отвечал Т. и чувствовал, как крупные капли пота выступали у него на лбу. Казалось, Николай Павлович забавлялся его смущением. Походя еще по залам, он опять увидал Т. и пошел к нему навстречу. Бедный граф, завидя государя, хотел ретироваться за колонну, но высокий рост выдавал его, и Николай Павлович отыскал его и там. «А, Моншер Т., как называется ваш костюм?» — сказал он. «Пиджак ВВ», — с отчаянием отвечал Т. «А, так как же называется это одеяние?» — переспросил Николай Павлович. «У меня сегодня прескверная память». «Пиджак ВВ», — сказал Т. и едва Николай Павлович проследовал, как граф Т. поспешил оставить Раут, обещая себе никогда не попадаться на глаза государю в злополучном пиджаке. «Растургенев приехал к нам вскоре после написания им Фауста. Он читал его сам у нас, но ни Огареву, ни Герцену Фауст не понравился. С той только разницей, что последний делал свои замечания очень сдержанно, тогда как первый критиковал Фауста очень резко. С этих пор Иван Сергеевич окончательно потерял всякое расположение к Огареву». Об отношении Огарева и Герцена к повести Тургенева «Фауст» в сочинениях Тургенева, том 7, страница 405. «Помню, что раз Тургенев приехал в Лондон, особенно веселый и милый, к Герцену. «Знаешь ли, что я тебе скажу, — начал он, обращаясь к Александру Ивановичу, — ведь я приехал нынче не один. Чтоб тебя лицезреть, один чудак пустился в дорогу, не зная ни одного иностранного слова, и просил меня проводить его до Лондона. Ведь это подвиг. Отгадай, кто это?» «Вот что», — продолжал он, — «может, лучше сначала тебе к нему съездить? Может, Огареву не совсем приятно его видеть? Были какие-то неприятности?» «Господа», — сказал Александр Иванович, — «да уж это не Некрасов ли? Он ведь безъязычен. С чего же он взял, что мне будет приятно его видеть после того, что он через тебя, Иван Сергеевич, передавал Огареву?» «Да ведь он нарочно приехал из России, чтоб повидаться с тобой». «Может, ехать обратно», — сказал Герцен, и был непреклонен. Вообще, за Огарева он оскорблялся гораздо более, чем за самого себя. В продолжении трех дней Иван Сергеевич постоянно уговаривал Герцена увидать Некрасова, но принужден был покориться непреклонной воле Герцена и увезти его обратно, не добившись свидания. По приезде в Швейцарию мы не видали боли Ивана Сергеевича, изредка он переписывался с Герценом. Весной 1865 года Тучкова, Огарева и Герцен поселились на даче близ Женевы. По распоряжению последнего колокол высылался, правильно, Тургеневу, Вырубову и некоторым еще, но когда Огарев сломал ногу и Тургенев не осведомился о состоянии его здоровья, Герцен рассердился на Тургенева и не велел высылать ему более колокола. Зато, когда мы приехали в Париж в конце 1869 года, Герцен сам смеялся, рассказывая, как при первом свидании Тургенев подробно и долго расспрашивал своего друга о здоровье Огарева. «Видно, урок был хорош», — говорил Александр Иванович, смеясь. Глава четвертая Во время свидания в Париже в 1869 году они разговаривали о литературе. Александр Иванович спрашивал, что пишет Тургенев в настоящее время. «Я ничего не пишу», — отвечал Иван Сергеевич. «Меня в России не читают более. Я уже стал писать для немцев по-немецки и печатать в Берлине. Но вот беда. Вздумали переводить, что я пишу. И поверишь ли, — продолжал он с жаром, — когда в Санкт-Петербурге Краевскому был подан перевод, то он отдал его обратно переводчику, говоря, «Это нельзя напечатать. Это слишком хорошо. Вы переведите как-нибудь похуже. Я напечатаю». И оба приятеля залились звонким смехом. Пессимистическое настроение Тургенева в конце 60-х годов вызвано было острой и не всегда справедливой критикой его романов «Отцы и дети» и «Дым». Мемуаристка приводит действительный факт, имевший место в издательской практике Краевского, который опубликовал в газете «Голос» 1869 год, 10 декабря, старого стиля, «Повесть Тургенева. Странная история» в обратном переводе с немецкого. Немецкий текст в журнале «Салон» 1869 года, октябрь. В январском номере «Вестника Европы» за 1870 год был напечатан протест Тургеневым. Тургенев, сочинение, том 15, страница 151. Тургенев шутил, но внутри ему было больно это отчуждение своих. С 25-летнего возраста он был избалован судьбой, слава его все росла. Впоследствии, благодаря переводам «Виардо», он стал не менее известен и в Европе. Перед ним широко растворялись двери лучших салонов Парижа и Лондона. Он становился баловнем счастья. Как вдруг родная страна отшатнулась, отвернулась от него. И за что? За изящную фотографию нигилизма в России, отцы и дети. Он писал, как соловей поет, без намерения уязвить чье-нибудь самолюбие. Он писал, потому что это было его призвание. А русская молодежь оскорбилась, увидала злую преднамеренность и ополчилась на Тургенева. Тяжелое отношение со своими продолжалось несколько лет. Штекеншнейдер приводит в своем дневнике отзыв Лаврова об авторе «Отцов и детей», очень созвучный тому, что сказано в воспоминаниях Тучковой и Огаревой. «Не осуждайте Тургенева», — говорил Лавров. «Поймите его, он художник, а художник — зеркало». Штекеншнейдер, дневник и записки, 1854-1886 годы. Москва, Ленинград, Академия, 1934 год, страница 49. Герцен не любил антиэстетического проявления нигилизма в России и удивлялся негодованию русской молодежи на Тургенева. Он говаривал иногда с отечественником, «Помилуйте, Базаров — апофеоз нигилизма, нигилисты никогда до него не дойдут. В Базарове есть много человеческого. Чего же им оскорбляться?» Герцен и Тургенев переживали тяжелое время. Оба они находились тогда под опалой общественного мнения в России. Тургенев, как сказано выше, за яркое представление нигилизма. Герцен — за соболезнования о Польше. Герцен подвергался жесточайшим нападкам со стороны либеральных и реакционных кругов России за поддержку польского восстания 1863 года. Конечно, по своим взглядам и правилам, Александр Иванович был всегда на стороне более слабых, но он не принимал никакого участия в польских делах. Однако были недоброжелательные личности, которые на это намекали, и этого было достаточно, чтобы он был почти всеми оставлен. Впоследствии для Тургенева все изменилось, к счастью, еще при его жизни. Он был понят, оценен на родине, и пылкая молодежь спешила сама горячо приветствовать талантливого писателя и старалась загладить свое несправедливое предубеждение против него. В конце 70-х годов произошел перелом в отношении русского общества к Тургеневу. В настоящем томе глава Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, во втором томе воспоминания Ковалевского. А для Герцена заря этого горячего примирения никогда не занялась. Когда Александр Иванович Герцен занемог своей последней болезнью, Иван Сергеевич навестил его и видел, что Герцену угрожает большая опасность, и все-таки он исчез на несколько дней. В короткий период смертельной болезни Герцена, скончавшегося 9-21 января 1870 года, Тургенев часто справлялся о нем. «Тургенев приходит ежедневно», — сообщала Огареву дочь писателя Наталья Александровна Герцен-Тата. Литературное наследие, том 63, страница 480. Тогда именно Тургенев ходил, только потому что не сумел отказаться, смотреть «Казнь Тропмана», которую описал вскоре в «Вестнике Европы» издания 1870 года. 7-го, 19-го января 1870 года Тургенев писал Тучковой Огаревой, «Я получил телеграмму, вследствие которой должен сейчас уехать в Баден, и не могу дождаться перемены в болезни Герцена». Тургенев, письма, том 8, страница 167. В этот же день он присутствовал на казни Тропмана, преступника, осужденного за убийство семейства Кинков, которую вскоре описал в очерке «Казнь Тропмана». Вестник Европы, 1870 год, книга 6-я. После казни Тропмана Тургенев пришел к нам нервный, почти больной. Он провел несколько дней без сна и пищи, он вспоминал с содроганием о виденном. «Да», — говорил он, — «лучше бы я вам помогал ходить за больным Александром Ивановичем, вот где было мое место, но я жалкий человек, стихии управляют мной. Когда Белинский, умирающий, возвращался в Россию, я, я не простился с ним». Белинский был как бы руководителем Тургенева, восхищался его талантом, направлял его, а иногда выговаривал ему как ребенку. Примечание Тучковой Огаревой. Тургенев уехал из Зальцбруна, где лечился Белинский, на короткое время в Англию. Об этом в комментарии предыдущих глав. «Знаю, Иван Сергеевич, вас отозвала Виардо. Не сделайте того же и нынче. Вы любите Герцена, а, пожалуй, и с ним не проститесь», — сказала я. «Нет, нет, как можно?» — возразил он горячо. Вырубов почти не отходил от больного. Таландьем, впоследствии депутат в палате, примечание Тучковой Огаревой, узнав в Англии о кончине Герцена, без денег в ту минуту заложил часы и поспел к похоронам Герцена. А Ивана Сергеевича Тургенева не было. Он выехал из Парижа. Узнав о тяжелом состоянии Герцена, Тургенев писал его дочери 9-21 января 1870 года. «Я горько сожалел о необходимости, заставившей меня уехать из Парижа до перелома болезни вашего батюшки». Тургенев. Письма. Том 8. Страница 167. На следующий день, сообщая Аненкову о смерти Герцена, Тургенев признается, «Я не мог удержаться от слез. Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез». Тургенев. Письма. Том 8. Страница 168. Мария Николаевна Толстая Воспоминания о Тургеневе В пересказе Михаила Александровича Стаховича С Марией Николаевной Толстой 1830-1912 годы, сестрой Льва Николаевича Толстого, Тургенев познакомился в октябре 1854 года, во время пребывания в Спасской ссылке. Желание узнать хоть что-нибудь об авторе истории моего детства, повести пленившей Тургенева, привело его в Покровское имение Марии Николаевны и Валерьяна Петровича Толстых, находящиеся в соседнем Чернском уезде. «Маша в восхищении от Тургенева», пишет Николай Николаевич Толстой брату в Севастополь. Литературное наследство, тома 37-38, страница 729. Мария Николаевна Толстая, умная, отзывчивая, правдивая, прекрасная музыкантша, скрасила жизнь Тургенева в Спасском изгнании. Он беседует с ней о своих литературных планах и замыслах, что было для Тургенева знаком особого доверия к человеку. В Покровском он впервые читает главы из Рудина и чутко прислушивается к суждению Толстой о герое своего романа. Тургенев называет ее одним из привлекательнейших существ. Тургенев, письма, том 2, страница 239. Увлечение Тургенева Марии Николаевны Толстой натурой необычайно простодушной и безыскусственной оставила живой след в человеческой и творческой биографии писателя. Боткин и Тургенев, неизданная переписка, 1851-1869 годы, Москва-Ленинград, 1930 год, страница 50. С Марией Николаевной Толстой связано появление одного из самых поэтических его созданий, повести «Фауст». Современники легко угадывали в облике героини повести Веры Ельцовой черты графини Марии Николаевны Толстой. Это подтверждают и сами воспоминания. В них приводятся горячие споры с Тургеневым о стихах, которые Мария Николаевна, подобно тургеневской героине, не любила и не понимала, в чем откровенно ему и признавалась. Время препровождения в Покровском напоминает дни и вечера в доме Ельцовых. Тургенев самозабвенно слушает игру на фортепиано «Хозяйки имения». Он, как и герой Фауста, читает ей Евгения Онегина. Уехав в 1856 году за границу, Тургенев в письмах к друзьям, к Льву Толстому, постоянно интересуется Марией Николаевной Толстой, судьба которой сложилась несчастливым. Вскоре после знакомства с писателем в 1858 году Мария Николаевна Толстая оставляет мужа, человека грубого и нравственно нечистоплотного, своего рода деревенского Генриха VIII, по выражению от Ургенева. Воспоминания о Тургеневе были записаны Михаилом Стаховичем, близким другом семьи Толстых, со слов Марии Николаевны Толстой в 1903 году. Впервые опубликованы «Орловский вестник» 1903 год, номер 224, под названием «В 1903 году, а 1853» и подписью «М.С». В настоящем издании воспоминания печатаются по тексту первой публикации. Несколько дней тому назад я говорил довольно в многочисленном обществе очень почтенного дома, готовящемся после 20 лет незаслуженного и непонятного равнодушия поминании Тургенева его земляками. Общее сочувствие вызвали воспоминания. Хозяйка дома обещала даже поделиться ими с, по-видимому, одумавшейся публикой, а хозяин посоветовал мне поискать их в беседе с его сестрою, бывшей здесь, но собиравшейся в этот день уезжать в тот монастырь, в котором она уже более десяти лет жила монахиней. Я раньше слышал о дружбе ее с покойным писателем, зародившейся из-за соседства, развившейся, благодаря своеобразной прелести этой выдающейся женщины, связанной с необыкновенной строгостью ее самостоятельного ума, при сердце способном привязываться глубоко и самоотверженно. Но беседа представлялась мне уже вперед, неплодотворной. Всегдашняя неожиданность семидесятилетней старушки и замкнутость монахини осложнялись сегодня готовящимися к прощаниям на целый год с родными, тревогой и сборами перед неблизкой дорогой. Ей, очевидно, было не до меня и моих мыслей о Тургеневе. Но и те несколько обрывистых сообщений, которыми она старалась откупиться от моего вопроса, показались мне способными заинтересовать тех, кто будет вспоминать Тургенева 22 августа. Попробую их пересказать своими словами, вперед извиняясь перед истинным автором этой заметки и перед читателями, что в моем сухом пересказе они утеряли свою убедительную живость. Да, я была очень дружна с Иваном Сергеевичем. Одно время мы виделись ежедневно. Потом мы долго переписывались, и у меня было много его писем, очень интересных и, по-моему, великолепно написанных. Они пропали. Один бесцеремонный мой свойственник, посетив мое имение после того, как я переехала в монастырь, поднял стамеской верх письменного стола, в который я их запирала, унес вместе с двумя письмами Некрасова, которыми я очень дорожила, и, говорят, даже напечатал одно или несколько в каком-то журнале. Он, вероятно, приравнял мое монашество к смерти, утвердил себя в праве наследства и распорядился, как захотел, как я, наверное, никогда бы не захотела распорядиться. Мы познакомились раньше, но мы очень сошлись с Тургеневым, когда он, сосланный, жил в Спасском, всего в восемнадцати верстах от нашего Покровского, и ежедневно к нам приезжал. Он уверял даже, что ездит к нам с трепетом, с чувством виноватости перед запрещенным, так как Покровское было в Чернском уезде, а он не должен был выезжать из пределов Мценского, и местная полиция обязана была иметь постоянный надзор за этим невыездом и над его занятиями и поведением. О том, как осуществлялся полицейский надзор за Тургеневым, сохранились весьма любопытные свидетельства современников. Уездная и сельская администрация следила буквально за каждым шагом Тургенева, ехал ли он на охоту в гости к соседям, за ним по пятам, как тень, скользил какой-нибудь человечек, снабженный инструкцией смотреть за барином в оба и не зевать. Этот человечек был известен окрестным помещикам под кличку Мценского Цербера. В архиве Мценского земского суда сохранились дневники этого наблюдателя. Минувшие годы. 1908 год. Номер восьмой. Но рассуждал он так в шутку. Иван Сергеевич сам и уморительно представлял нам, как раз в месяц ему докладывали, что Становой в передней приехал для сыску. Иногда он его отпускал тут же, даже не показавшись ему на глаза. Иногда по забывчивости занятости или отлучки задерживал. Потом пленник вспомнит и, извинившись, вышлет грозному теремщику десять рублей. Добродушный представитель полицейской власти немедленно удалялся, несколько раз с поклонами, пожелав продолжение его благополучия, успехов во всех желаниях и начинаниях. «Первому не очень-то сочувствовал я», смеясь, добавлял Тургенев, а второму, вероятно, посылавшие его. Он очень просто и незлобно рассказывал о недолгом своем пребывании на съезжей в Петербурге, предшествовавшем его высылке в Спасское. Вспоминал, что очень многие лица в городе были не менее его самого удивлены такой странной карой, наложенной на уже известного писателя, а еще больше поводом к ней. Некролог о скончавшемся в Москве Гоголе примечание Михаила Александровича Стаховича. Кроме друзей и знакомых к нему или с расспросами о нем собиралось в части многочисленное общество. Узенькая улица, на которую она выходила, была заставлена экипажами, и, наконец, был прислан особый пост для установки и скорейшего пропуска экипажей, так как полицмейстер узнал, что государь Николай Павлович очень недоволен общественным участием и общими симпатиями к арестованному. Арест писателя вызвал большой резонанс в самых разных кругах русского общества. Впечатление на всех от заключения Тургенева самое тяжелое, записывает в дневнике Никитенко на четвертый день после ареста писателя. Никитенко, том 1, страницы с 349 по 352. 24-25 апреля писателю были запрещены свидания. У Тургенева в его заточении были такие многочисленные съезды знакомых, свидетельствует Никитенко, что, наконец, сочли нужным запретить приятелям навещать его. Интересные сведения об этом приведены также в статье Измайлова Тургеневский сборник 2 выпуск 1966 год страницы с 231 по 248. Одна тяжелая подробность этих дней сохранилась в его памяти. Ужасное соседство его комнаты с экзекуционной, где секли присылаемых владельцами на съезжую провинившихся крепостных слуг. Написавший записки охотника принужден был с отвращением и содроганием слушать хлест роск и крики секомых. Запись в дневниках Гонкура в том 2 настоящего издания страница 268. 1855 год Тургенев кажется весь провел в Спасском и наша дружба еще более скрепилась, мы сошлись еще теснее. Не точно Тургенев пробыл в Спасском с 12 24 апреля до 3 15 октября 1855 года. Но мы семейные люди реже ездили к нему, нежели он одинокий к нам и помнится не проходил у нас дня без встречи. Мой муж был такой же страстный охотник, как Иван Сергеевич. С охоты они обыкновенно возвращались к нам и вечер проводили за чтением или беседой. Тургенев читал очень хорошо, просто вдумчиво, как бы толкуя, но охотнее читал чужое, любимое им, нежели свое. Своё он читал только что написанное, даже не отделанное еще. Так в серьезных домах, говорил он, не заставляют гостей любоваться своими детьми, еще можно, пожалуй, показать их на крестинах, а потом уже нечего их выводить, пока не станут большими. Я помню, как он читал нам Рудина, который и мне, и мужу очень понравился. Мы были поражены небывалой тогда живостью рассказа и содержательностью рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин действительно умным среди остальных, которые больше умничают. Беспокойство Тургенева было вызвано критикой друзей Некрасова, Анненкова, Боткина, читавших первую редакцию романа. По их мнению, писатель слишком очернил своего героя. Воспоминания Чернышевского в настоящем томе, а также статья «Габель. Творческая история романа Рудин. Литературное наследство. Том 76, страница с 9 по 70». В одном из писем к Марии Николаевне Толстой июль-август 1855 Тургенев замечает «Я вас очень благодарю за все, что вы мне пишете о характере Натальи. Все ваши замечания верны, и я их приму к сведению и переделаю всю последнюю сцену с матерью». Тургенев письма том 2 страница 303. При этом он считал не только естественной, но и неизбежной растерянность этого человека перед сильнейшей духом Наташию, готовой и способной на жизненный подвиг. Такие вечера в деревенской тиши были очаровательны, и я дорожила ими чрезвычайно. Но завелась губительница моей радости, его собака Булька. После охоты она требовала отдыха, ей нужен был сон, а чтобы она хорошо выспалась, уверял Тургенев, ей необходим был журналь де деба. Я шила ей подушку на кресло, покрывала ее нашими газетами, но противная собака не засыпала, постоянно вздрагивала от мух, ловила их, нервничала и подходила к хозяину, будто жалуюсь и зовя его домой. «Вот видите», говорил Тургенев, «Нет, журналь де деба», «Нет и сна». Я для нее подписываюсь на него. Я знала, что секрет заключался в размерах этой самой большой в то время газеты, покрывавшей Бульку кругом, но все-таки сердилась и на нее, и на Бульку, а иногда доставалась и хозяину. Но ссорой из-за разлучницы Бульки, как мы ее прозвали, не нарушали ежедневных посещений. Мы подолгу разговаривали. «Вы были знакомы с Иваном Сергеевичем? Не правда ли, другого такого собеседника не бывало?» Никто живее его не рассказывал. Мне тогда казалось, что не может быть вещи, которые бы он не знал, и на всех языках он говорил не свободно, как принято выражаться, а удивительно, необыкновенно изящно, не утрируя и не копируя национального говора, но выговаривая верно и твердо. Чаще всего мы с ним спорили о стихах. Я с детства не любила и не читала стихов. Мне казалось, и я говорила ему, что они все выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила. Тургенев волновался и спорил со мною даже до сердцов, особенно из-за фета, которым он тогда восхищался и часто цитировал, добавляя, под таким стихом ведь Пушкин подписался бы, понимаете ли, Пушкин, сам Пушкин. Из-за прекрасного его чтения, под его влиянием, развившись вкусом и умом, я во многом изменила свои взгляды, многое перечитала, даже пристрастилась, но фета продолжала не ценить и не понимала его прелести. Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел как-то в упреки в личности, Тургенев растердился, декламировал, доказывал, повторял отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона, не в дом, а в сад. Я очень испугалась, потому что к балкону не была приделана лестница, ступеник шесть-восемь, но огромный рост помог ему соскочить благополучно. Приказав запрягать коляску и догнать себя, он сердитой походкой зашагал по полю. Мне стало жаль, а потом досадно. Когда вернулся муж и хотел сейчас же за ним ехать, я отговорила, прикидываясь недовольной. Мы с недоумением прождали его несколько дней, Тургенев не приезжал. Как часто бывает при размолвках, люди понемногу свыкаются с неожиданной обидой, подыскивают ей основания и случайное недружелюбие переходит во взаимность, закрепляется. Так мы через две-три недели перестали его ждать и уже избегали даже разговаривать о ссоре. Она стала неприятностью, сердившей нас. Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства. Да почему вы так долго не показывались? А видите ли, это была хитрость. Никогда так не пишется, как в сердцах, никогда так прилежно не работаешь, как озлобившись. Я почувствовал тогда это настроение и поскорее ушел, чтоб не сгладить его, не упустить. Мне давно надо было написать одну вещицу. Вот я и написал. Если хотите, я вам вечерком прочитаю. В тот же вечер он прочел нам эту повесть. Она называлась «Фауст». Дмитрий Васильевич Григорович из литературных воспоминаний Знакомство Тургенева и Дмитрия Васильевича Григоровича 1822-1899 годы состоялось в апреле 1846 года. Григорович входил в круг так называемой старой редакции современника, был близок с Анненковым Дружининым Боткиным. Первое известное нам упоминание о Григоровиче содержится в письме Тургенева к Полине Вярдо от 7 19 декабря 1847 года. Мне прислали последний номер нашего журнала. Я нашел в нем прекрасный рассказ некоего господина Григоровича Тургенев письма том 1 страницы 280 и 449 Это была повесть Антон Горемыка Дмитрия Васильевича Григоровича художника сформировавшегося в традициях натуральной школы. Дружеские встречи Григоровича с Тургеневым об одной из которых пойдет речь в публикуемом отрывке относятся к 50-м годам. Их отношения оставаясь на протяжении многих лет ровными не были согреты духовной близостью. Тургенев ценяв Григоровича талантливого писателя автора Антона Горемыки «Деревни» иронизировал порой над некоторыми как ему казалось суетными чертами характера своего товарища. Однако под конец жизни в письме Ксавиной от 2 14 марта 1882 года Тургенев очень тепло отозвался о Григоровиче. Он при некоторых недостатках вообще свойственных человеческой природе говорилось в этом письме «Прекрасный человек и верный друг». Тургенев письма том 13 книга первая страница 210-е Дмитрий Васильевич Григорович который хорошо знал почти всех выдающихся русских писателей начал писать свои литературные мемуары в 80-х годах «Мои воспоминания будут похожи на акварельные наброски а никак не на картину густо написанную масляными красками» так представлял Григорович характер будущих мемуаров письма русских писателей к Суворину Ленинград 1927 год страница 33 Одну из таких изящных акварелей исполненных легким живописным пером мастера представляет собой история поездки друзей дружинина Боткина и Григоровича к Тургеневу в Спасское в извлечениях из главы 12 публикуются в настоящем издании Но в целом воспоминания Григоровича далеко не акварели Они несут на себе заметную печать убеждений автора что выразилось например в тенденциозном истолковании причин и сути разрыва Тургенева с кругом современника Литературные воспоминания Григоровича впервые опубликованы в журнале «Русская мысль» 1892 года книга 12 1893 года книга первая и вторая Черновая рукопись хранится в Цгали Текст печатается по изданию Дмитрий Васильевич Григорович Литературные воспоминания Москва Гослит издат 1961 год Из главы 12 Сколько помнится в 1855 году Дружинин Боткин и я согласились совершить поездку в деревню к Тургеневу который после кончины матери упрашивал нас приехать к нему в Спасское Лутовиново К назначенному сроку мы съехались в Москве переночевали у Боткина и на другой день выехали в Тарантасе на Тульскую дорогу во все время пути Боткин так часто менявший расположение духа так неожиданно переходивший от страха к перцу и от меда к горчице находился в самом елейном настроении он все время с нежностью говорил о Тургеневе радовался его избавлению из-под сурового гнета родительницы радовался его теперешнему благосостоянию мы вторили ему и вместе с ним мысленно переносились к тому что нас ожидало старинный обширный барский дом полный как чаша нескончаемый парк леса на несколько верст окружности и наконец перспектива увидеть эту соседку красавицу о которой Тургенев говорил что при первом взгляде на нее ум наш помрачится и мы все попадаем ниц как подкошенные стебли речь идет о Марии Николаевне Толстой ожидания наши к сожалению не вполне оправдались после пожара старого дома осталась только часть его куда перенесли все что можно было спасти парк оказался садом но правда очень большим с древними деревьями и просторным прудом на всем лежала печать запущенности не мешавшей впрочем живописности в целом вокруг дома и деревни расстилалась плоская черноземная земля надо было отправляться версты задве чтобы встретить холмы и леса соседка красавица произвела на нас обратное действие против того что мы ожидали она была во всех статьях скорее дурна собою чем красиво разочарование наше продолжалось впрочем недолго радушная встреча искренняя радость Тургенева удовольствие видеть его в собственном доме все это возвратило нам отличное расположение духа Боткин поворчал немного не обошлось конечно без того чтоб он не подтрунил над хозяином дома но после купания в пруду и отличного обеда с блюдом грибов зажаренных в сметане он вдруг умилостивился и несколько раз подходил к Тургеневу лаская его по плечу и приискивая ему разные милые названия по утрам Тургенев удалялся в свой маленький кабинет где находилась также его постель загороженная ситцевыми ширмами мы расходились по своим комнатам с книгой или занимались писанием писем к завтраку и обеду являлся всегда дядя Тургенева человек старый но крупный служивший когда-то в кавалерии большой весельчак и жуир взявший на себя всех лопоты по хозяйству и как оказалось распоряжавшийся им на более широкую ногу чем бы следовало он приходил обыкновенно с женой молодой женщиной годившейся ему во внучке Тургенев как будто стеснял их своими наездами в деревню после обеда к подъезду подавали длинные длинные дрожки так называемые разлюли мы все усаживались не выключая дьянки любимой собаки Тургенева и неразлучные его спутницы и отправлялись в лес никогда я думаю лес Тургенева не оглашался такими взрывами хохота как тогда во время этих прогулок Боткин положительно захлебывался от прилива сладких чувств раз только внезапно изменил он своему настроению и налетел на меня как сокол на жертву думая провести кратчайшим путем я всех завел в высокую полную росы траву и Боткину представилось что он промочил себе ноги боже какие эпитеты посыпались на мою голову но мы вышли на красивую лужайку отененную большими деревьями и все тотчас же как рукой сняло Боткин бросился на траву вытянулся на спине и нежно млеющим голосом начал читать стихотворение Кольцова природы милое творенье цветок долины украшенье и так далее и стихотворение Кольцова цветок 1838 год по вечерам мы собирались в диванной и кто-нибудь из нас громко читал новую статью из толстых журналов присылаемых из Москвы и Петербурга вечер проходил иногда в беседе приправляемой оживленным спором не помню кто-то из нас коснулся деревенской красавицы которую так живо описывал нам Тургенев и которая нас так разочаровала Боткин привязался к этому случаю и стал язвить Тургенева уверяя что привычка его усиливать всегда краски против того что есть в действительности часто ставит его в комическое положение слово за слово пришли к заключению что такая слабость легко приводит к последствиям которые могли бы служить отличным мотивом для сценического представления я предложил присесть сейчас и набросал план пьесы мысль была единогласно одобрена и Тургенев сел записывать мы между тем кто лежа на диване кто расхаживая по комнате старались перебивая друг друга развивать сюжет придумывать действующих лиц и забавные между ними столкновения кавардак вышел порядочный но на другой день после исправлений и окончательной редакции вышел фарс настолько смешной и складный что тут же решено было разыграть его между собой сюжет фарса не отличался сложностью выставлялся добряк помещик не бывавший с детства в деревне и получивший ее в наследство на радостях он зовет к себе не только друзей но и всякого встречного для большего соблазна он каждому описывает в ярких красках неслыханную прелесть сельской жизни и обстановку своего дома прибыв к себе в деревню с женою и детьми помещик с ужасом видит что ничего нет из того что он так красноречиво описывал все запущено в крайнем беспорядке всюду почти одни развалины он впадает в ужас при одной мысли что назвал к себе столько народу гости между тем начинают съезжаться брань неудовольствие ссоры столкновения с лицами враждующими между собою жена потеряв терпение в первую же ночь уезжает с детьми с каждым часом появляются новые лица несчастный помещик окончательно теряет голову и когда вбежавшая кухарка объявляет ему что за околицей показались еще три тарантаса он в вознеможении падает на авансцене и говорит ей ослабевшим голосом Аксинья поди скажи им что мы все умерли Тургенев сам вызвался играть помещика он добродушно согласился даже произнести выразительную фразу внесенную в его роль и сказанную будто бы им на пароходе во время пожара спасите спасите меня я единственный сын у матери Боткин взял роль сластуна брюзгливого ворчливого статского советника дружинин должен был играть роль желчного литератора мне предоставлена была роль врага дружинина преследующего его всюду и на этот раз решившегося с ним покончить Тургенев не остановился на этом увлеченный мыслью домашнего спектакля в спасском он стал уверять что одного фарса мало будет необходимо перед тем разыграть что-нибудь классическое в тот же вечер принес он нам пародию на сцену Эдипа и Антигоны из Озерова она оканчивалась таким образом Антигона сентиментально по что я зрю печали на лице твоем родитель Эдип рыдая ах я Эдип Антигона целуя его в лысину родитель полно ныть прекрасную тираду ты лучше прочитай где в пламенных стихах ты сожалел о падших волосах Эдип внезапно одушевляясь изволь о дочь моя изволь ты зри главу мою главу зри зри Антигона в страхе и в сторону он роль свою забыл несчастный старикашка уйдем отсель скорее папашка и так далее эдип должен был представлять Тургенев я Антигону по этому случаю графиня Мария Николаевна Толстая сестра Льва Николаевич и соседка Тургенева прислала нам целый ларец браслетов колец и диадему долженствовавшие украшать костюм Антигоны из Мценска привезли красок кистей и несколько стоп бумаги я принялся клеить и писать декорации для Эдипа приготовил я из трепанной пакли парик и бороду намерение потешить только самих себя и двух трех близких соседей совсем не удалось слух о спектакле в Лутовинове быстро распространился по уезду со всех концов посыпались письма с просьбой получить приглашение Тургенев все время страшно суетился в ответ на протесты с нашей стороны он уверял что отказать просьбам значило бы перессориться со всем уездом и поминутно повторял известную французскую фразу вино откупорено надо его выпить вечером в день спектакля съехалось столько публики что половина принуждена была слушать стоя сцена из Эдипа не произвела никакого эффекта несмотря на то что Тургенев в своем парике и бороде делавших его похожим на короля Лира очень хорошо изобразил расслабленного выжившего из ума старца фарс имел больше успеха мы лезли из кожи Боткин был великолепен в роли ворчливого статского советника сцена когда желчный литератор дружинин бросает зажженную спичку на солому служившую ему постелью и говорит пускай горит он накормил нас тухлыми яйцами и когда на крик пожар выбежал сам помещик Тургенев и произнес свою знаменитую фразу спасите спасите я единственный сыну матери вызвало дружные аплодисменты но вообще сколько можно было заметить большинство публики осталось не вполне удовлетворенным спектаклем эти пять шесть недель проведенные в Спасском считаю я в числе лучших моих воспоминаний Тургенев остался доволен встречей с друзьями мы проводили время очень приятно и шумно разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из озеровского Эдипа в костюмах с декорациями занавесом публикой вызовами соперничеством и маленькой даже интрижкой словом со всеми принадлежностями домашнего театра ели и пили страшно играли в бильярд кегли катались на лодке ездили верхом врали и говорили серьезно до двух часов ночи словом кутили из письма Каненкову от 2 14 июня 1855 года Тургенев письма том 2 страница 276 спектакль был разыгран 26 мая 1855 года друзья пробыли в Спасском с 12 24 мая по 1 13 июня 1855 года то есть три недели Тургенев письма том 2 страница 274 мне случалось потом снова заезжать к Тургеневу последний раз летом в 1881 году я застал у него семью Якова Петровича Полонского Тургенев всегда особенно любил и ценил Полонского связь их была давнишняя едва ли не с юности он любил все то что было близко Полонскому и радовался видеть его семью у себя дома воспоминания Якова Петровича Полонского во втором томе настоящего издания я со своей стороны тоже радовался встрече так как разделял к семье Полонского чувства Тургенева мы проводили время в беседах и прогулках Иван Сергеевич был по-прежнему разговорчив приветлив часто шутил но уже той веселости той полной веселости которая оживляла нас в старое время я уже в нем не заметил время от времени в чертах его проявлялся плохо скрываемый оттенок меланхолического как будто даже горького чувства оно и понятно не считая жены и детей Полонского мы были в тех уже годах когда легче вспоминать о веселых днях чем их испытывать кто бы мог подумать однако что злосчастному фарсу сочиненному нами ради потехи в Спасском суждено было еще раз явиться на сцене и где же в Петербурге но я забегаю вперед из главы из главы тринадцатой мы как-то разговорились о Тургеневе и припомнили наше представление в Спасском рукопись фарса оказалась удружинена я от нечего делать воспользовался ею и сочинил рассказ школа гостеприимства напечатанный потом в современнике к великому негодованию тогдашнего критика отечественных записок Дудышкина который отозвался о нем как о предмете низменного литературного рода забыв вероятно что даже такой великий писатель как Диккенс не брезгал иногда фарсом школа гостеприимства была опубликована в сентябрьской книге библиотеки для чтения 1855 год в этом сатирическом сочинении Григоровича выразилась неприязнь автора к Некрасову и Ивану Ивановичу Панаеву а образ литератора Чернушкина воспринимался как пародия на Чернышевского Дудышкин критиковал Григоровича за грубо комические сцены которые писал он недостойны искусства недостойны художника отечественные записки 1855 год номер 10 страница 120 Некрасов в заметках о журналах за сентябрь видимо сознательно не стал отвечать на выходку Григоровича он даже похвалил мастерство автора но заметил что нельзя допускать свои антипатии в литературные произведения современник номер 10 страница 182 возможно что в ответ на это выступление Некрасова Григорович в одном из писем к поэту признавался что повесть ему самому казалась мерзкую спросите у Дружинина как я за нее пугался и как в ней сомневался Некрасовский сборник Петроград 1918 год страница 103 вернувшись из Марьинского в Петербург я встретился с графом Львом Николаевичем Толстым с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным но все петербургское заметно действовало на него раздражительно узнав от него в самый день свидания что он сегодня зван обедать в редакцию современника и несмотря на то что уже печатал в этом журнале никого там близко не знает я согласился с ним ехать дорогой я счел необходимым предупредить его что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на журзант которую он сильно не любил между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции обед прошел благополучно Толстой был довольно молчалив но к концу он не выдержал услышав похвалу новому роману Жоржзант он резко объявил себя ее ненавистником прибавив что героинь ее романов если бы они существовали в действительности следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам рассказ вопрос который потом выразился с такой яркостью в романе Анна Каренина сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского но скорее всего его склонностью к противоречию какое бы мнение не высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах глядя как он прислушивался как всматривался в собеседника из глубины серых глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы он как бы заранее обдумывал непрямой ответ но такое мнение которое должно было озадачить сразить своею неожиданностью собеседника таким представлялся мне Толстой в молодости в спорах он доходил иногда до крайностей я находился в соседней комнате когда раз начался у него спор с Тургеневым услышав крики я вошел к спорившим Тургенев шагал из угла в угол выказывая все признаки крайнего смущения он воспользовался отворенную дверью и тотчас же скрылся Толстой лежал на диване но возбуждение его настолько было сильно что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой предмет спора мне до сих пор остался незнаком выше я заметил что злосчастный фарс сочиненный в Спасском был разыгран в Петербурге случилось это в зиму того лета когда мы жили у Тургенева в артистических кружках Петербурга распространился слух что Тургенев имя которого пользовалось громкую известностью написал пьесу в семействе архитектора Штокеншнейдера жившего тогда в своем доме на широкую ногу затевался домашний спектакль чего же лучше как угостить публику такой новинкой с Тургеневым Штокеншнейдеры не были знакомы его к тому же еще не было в Петербурге обратились к дружинину тот начал отказывать и наконец раздражившись неотвязчивыми просьбами отдал рукопись умолчав почему-то о нашем сотрудничестве роли живо разобрали любители хозяева дома не присутствуя на репетициях рассылали между тем приглашения стараясь собрать по возможности избранную публику приглашен был между прочим и греч Тургенев в это время только вернулся из Пасского в день представления Дружинин желая вероятно подшутить над Тургеневым уговорил его ехать вместе к Штокеншнейдерам спектакль состоялся 7 февраля 1856 года вчера у Штокеншнейдер на домашнем театре передавали школу гостеприимства писал Тургенев 8 февраля 1856 года Боткину Тургенев письма том 2 страница 338 пьеса не носила остропародийного характера она была гораздо ближе к своей первой Спасской постановке Дружинин восстановил ее по памяти главные роли исполняли Михайлов и Шелгунова появление Тургенева в зале было тотчас же всеми замечено хозяева дома были в восхищении они начали его упрашивать занять кресло в первом ряду но тот к счастью отказался и сел на скромном месте подле Дружинина случилось так что перед самым началом спектакля актеры желая вероятно придать себе больше смелости выпили много лишнего при поднятии занавеса многие из них были совершенно пьяны и понесли страшную чепуху один из них игравший роль брюзглиого статского советника украсил почему-то свою грудь целым рядом орденских звезд вместо реплики он неловко толкнул товарища тот споткнулся и повалился на пол увлекая за собой стул другие сочли нужным вступиться на сцене произошла чистейшая свалка в пьесе фигурировал генерал со звездой вспоминает Шелгунова которого в конце пьесы валят на солому и при криках бей генерала бьют на другой день к Штакеншнейдеру приехал Григорович и стал извиняться за конец пьесы будто бы обидевший сидевших в первом ряду генералов Шелгунов Шелгунова Михайлов Воспоминания том 2 Москва художественная литература 1967 год страницы 62-63 Публика пришла в смущение можно себе представить что должен был испытывать Тургенев когда Дружинин шептал ему что все считают его автором пьесы и в подтверждение указал на многих лиц которые приподнимались с мест отыскивая глазами автора Греч сидевший в первом ряду и как нарочно надевший в этот вечер свою звезду привстал и с негодованием указывая публике на сцену произнес полюбуйтесь милостивые государи вот она натуральная школа Тургенев стараясь скрыться за спинками кресел что было нелегко для его роста и частью заслоняясь ближайшими соседями пробрался наконец к выходной двери Тургенев был возмущен пьесой она произвела скандал и позор писал он половина зрителей с омерзением разбежалась я спрятался и удрал лучше всего было то что эту чепуху приписывали мне Тургенев письма том 2 страница 338 впечатление Тургенева подтверждается записью в дневнике Штокеншнейдер Тургенев уехал в половине пьесы а за ним и Дружинин оба переконфуженные вышла какая-то балаганщина Штокеншнейдер дневник страницы 119 120 когда напоминали ему в приятельском кругу об этом спектакле он бросался на ближайший стул закрывал лицо руками и начинал стонать как от жесточайшего ревматизма неуместная шутка Дружинина не прошла ему даром Тургенев отплатил ему следующие эпиграммы Дружинин корчит европейца как ошибается бедняк он труп российского гвардейца одетый в английский пиджак Дружинин посердился но недолго он сам сознавался в своей вине перед приятелем неудовольствие против Дружинина прошло еще скорее в течение зимы их хорошие отношения снова возобновились из главы 14 недостаток воли в характере Тургенева и его мягкость вошли почти в поговорку между литераторами несравненно меньше упоминалось о доброте его сердца она между тем отмечает можно сказать каждый шаг его жизни я не помню чтобы встречал когда-нибудь человека с большую терпимостью более склонного скоро забывать направленный против него неделикатный поступок раз только в жизни у него достало настолько характера чтобы сохранить до конца неприязненное чувство к лицу с которым прежде находился он на приятельской ноге лицо это был Некрасов Несмотря на примирение состоявшееся перед кончиной поэта горечь разрыва с Некрасовым так и не прошла у Тургенева причина их размолвки мне настоящим образом неизвестна рассказы о ней слишком разнообразны и пристрастны чтобы можно было с достоверностью на чем-нибудь остановиться несомненно одно только в натуре Тургенева не было ничего агрессивного не было признака того что называется задором его напротив можно было упрекнуть в излишней уступчивости даже против тех кто не стоил его мизинца не мог равняться с ним ни в каком отношении нельзя предполагать чтобы поводом к размолвке между ним и Некрасовым служила со стороны Тургенева денежная причина бескорыстие Тургенева можно причислить к отличительным чертам его характера за несколько времени до ссоры с Некрасовым он продал ему издание записки охотника за тысячу рублей сообщая об этом Герцену письмом от 22 июля 1857 года письма Кавелина и Тургенева к Герцену Драгоманова Генуэ 1892 год примечание Григоровича он не только не жалуется но радуется что Некрасов перепродал это издание за две с половиной тысячи и нажил на нем таким образом полторы тысячи можно привести целый ряд случаев доказывающих с какой беспечностью Тургенев относился к денежному вопросу Тронутый положением бедного семейного родственника Иван Сергеевич предложил ему заняться управлением имения желая окончательно успокоить его и упрочить его судьбу Иван Сергеевич поспешил выдать ему на случай своей смерти вексель в пятьдесят тысяч два года спустя благородный родственник представил вексель ко взысканию поставив своего благодетеля в трагическое положение Иван Сергеевич ограничился только тем что попросил его оставить Спаское и передал его управление другому лицу Если б возможно было составить список деньгам которые Тургенев роздал при своей жизни всем тем кто к нему обращался сложилась бы сумма больше той какую он сам прожил Приписывать его щедрость не доброте сердца а распущенности мелочному тщеславию могут только те которые судя по себе не допускают в других возможности честных великодушных побуждений Когда такая возможность слишком уже очевидна они набрасываются с яростью голодных собак на какую-нибудь другую сторону лица и на ней стараются выместить свою злобу Разрыв с Некрасовым и Современником объяснялся публике редакции как результат исключительно идейных разногласий и убеждений Инициатива разногласия приписывалась самой редакции Из переписки Тургенева с Герценом видно между тем что разрыву способствовал Герцен а инициатива разрыва принадлежит самому Тургеневу Вот что писал он Герцену 9 января 1861 года С Современником и Некрасовым я прекратил всякие сношения что между прочим яствует изругательств в мой адрес почти в каждой книжке Я велел им сказать чтоб они не помещали моего имени в числе сотрудников а они взяли и поместили его на самом конце что тут делать Тургенев письма том 4 страница 176 Григорович цитирует письмо по указанному им Женевскому изданию Авторское самолюбие вряд ли играло здесь какую-нибудь роль имя Тургенева стояло тогда на главном плане и желание оскорбить его поставив его имя в конце объявления не достигало цели не могло оскорбить его наконец все это произошло уже после разрыва поводом к нему должна была служить более важная причина иначе Тургенев с его уступчивостью и мягкостью не был бы способен в течение стольких лет не изменить своему неприязненному чувству в объявлении редакции современника на 1862 год особо подчеркивался идейный характер конфликта с некоторыми сотрудниками подразумевался главным образом Тургенев хотя фамилия его и не называлась направление современника известно его читателям продолжая по мере возможности развивать это направление редакция в последние годы должна была ожидать изменения своих отношений к некоторым из сотрудников преимущественно билетристического отдела которых произведения в прежнее время когда еще направления не обозначились так ясно нередко с удовольствием встречаемо были читателями в нашем журнале сожалея об утрате их сотрудничества редакция однако же не хотела в надежде на будущие прекрасные труды их пожертвовать основными идеями издания Некрасов том 12 страницы 201 202 у Тургенева было авторское самолюбие у кого же его нет он кажется имел на него право но оно никогда не доходило до того болезненного состояния как это было например у Гончарова Достоевского и так далее с ним свободно без всякого стеснения можно было высказывать мнение о его произведениях не рискуя поселить в нем враждебного чувства самолюбие надо думать питается другими корнями чем самомнение потому что с этой последней стороны Тургенев представлял исключение между своими собратами редко его произведение печаталось прежде чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей не посоветуются замечания возбуждали иногда спор но принимались всегда без признака самолюбивого укола рукопись потом сверху донизу перечитывалась исправлялась и часто переписывалась заново строгий к самому себе он не только был снисходителен к другим но часто открывал в их произведениях несуществующие достоинства стоило ему прочесть повесть или рассказ и покажись ему сгоряча что в том или другом есть проблеск дарования он носился с ними всюду торжественно провозглашал нарождение нового таланта спорил раздражался против недостатка чуткости к художественным приемам и в конце концов когда убеждался или ему ясно доказывали несостоятельность предмета его увлечения он охотно сознавался в своем заблуждении и сам над собой добродушно подтрунивал в увлечениях этого рода часто руководило им также чувство добра желание поддержать начинающего или наконец помимо литературы просто прийти на помощь выручить человека из бедственного положения где бы он ни жил в Париже или Петербурге нельзя было к нему зайти без того чтобы не встретить множество молодежи обоего пола раз в Петербурге направляясь в номер гостиницы где он жил мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц сидевших на подоконниках в ожидании очереди его терпимость и снисхождение в этих случаях могли основываться на мягкости характера готового скорее стеснить себя чем решиться на отказ но во всяком случае не на желании популярничать как распускали слух его недоброжелатели те которые к нему обращались по большей части платили ему неблагодарностью другие принадлежали почти исключительно к людям скромного общественного положения наконец сколько бы их ни было и к какому бы классу они не причислялись что могли бы они прибавить к популярности Тургенева которая росла год от году без всякой помощи благодаря только его таланту в терпимости и снисхождением Тургенев доходил иногда до самоуничижения возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей одно время он был увлечен писемским об отношении Тургенева к писемскому литературное наследство том 73 книга 2 страницы со 125 по 194 писемский писемский при всем его уме и таланте олицетворял тип провинциального жуира и не мог похвастаться утонченностью воспитания подчас он был нестерпимо груб и циничен не стеснялся плевать не по-американски в сторону а по-русскому обычаю куда не попало не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами словом ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу человеку воспитанному и деликатному но его прельстила оригинальность писемского когда Иван Сергеевич увлекался на него находило точно затмение и он терял чувство меры раз был он с писемским где-то на вечере к концу ужина писемский имевший слабость к горячительным напиткам впал в состояние близкое к невменяемости Тургенев взялся проводить его до дому когда они вышли на улицу дождь слил ливня дорогой писемский которого Тургенев поддерживал под руку потерял калошу Тургенев вытащил ее из грязи и не выпускал ее из рук пока не довел писемского до его квартиры и не сдал его прислуги вместе с калошей с его большим умом разносторонним образованием тонким эстетическим чувством широтой и свободой мысли Тургенев мог бы быть и по-настоящему должен был бы быть в свое время центром литературного кружка вокруг него охотно бы стали группироваться остальные литературные силы к сожалению это не осуществилось не осуществилось потому что для представителя кружка у него недоставало твердости выдержки энергии необходимых условий в руководстве он сам добродушно величал себя овечьей натурой он кроме того не был способен к практической деятельности доказательством чего служат его собственные запутанные дела наконец даже при лучших нравственных условиях Тургенев не мог бы играть преобладающей роли в литературном кружке он наездом только бывал в России и никогда бы не решился оставить Париж и семейство госпожи Виардо он и его брат оправдывали предсказания матери говорившей им обоим жаль мне вас вы не будете счастливы вы оба однолюбцы то есть будете всю жизнь привязаны к одной женщине но слабость характера отличала Тургенева только в делах житейских известно как много нужно силы воли энергии твердости чтобы долгое время неотступно преследовать одну и ту же задачу бороться против нервного и физического утомления заставить себя довести до конца продолжительный умственный или художественный труд с этой стороны Тургенев автор многих длинных литературных произведений подтверждает только факт двойственности в артистических натурах с выдающимся творческим талантом такие натуры как бы вмещают в себе два отдельные существа не только не схожие между собою но большую частью совершенно противоположного характера одно выражается внешним образом и принадлежит жизни другое скрывается в тайнике души и служит только творчеству последнее чаще всего лучше первого Пушкин превосходно выразил эту двойственность сказав пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботах суетного света он малодушно погружен молчит его святая Лира душа вкушает хладный сон и меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется душа поэта встрепнется как пробудившийся орел и так далее строки из стихотворения Пушкина поэт 1827 год но это не вполне можно отнести к Тургеневу когда усыплялось его творчество и сам он малодушно погружался в заботы суетного мира он и тогда не казался ничтожным его большой ум и образование нигде и никогда не допустили бы его до такой роли Ивана Сергеевича часто упрекали в том что он не стеснялся когда приходил случай сочинить эпиграмму на приятеля сделать на него какое-нибудь комическое или едкое сравнение и приписывали это двуличию его характера Тургенев действительно был мастер на эпиграмму в прекрасной статье о нем Полонского Тургенев у себя приведено несколько таких образчиков для красного словца он правда не щадил иногда приятеля но отсюда далеко еще до обвинения его в фальшивости и двуличии легко так говорить тем кому бог отказал в остроумии награди их бог наблюдательностью способностью подмечать смешную сторону и главное способностью моментально облечь подмеченное в живую форму они заговорили бы совсем другое желательно было бы взглянуть на смертного награжденного такими свойствами который отказался бы от них добровольно и сказал бы сейчас не высказывай своих наблюдений скрой их в груди своей придержи язык из христианского чувства из опасения хотя бы на секунду досадить ближнему на такую добродетель способен был бы разве только Христос олицетворение всех добродетелей не в оправдание а в пример приведу Пушкина который не утерпел чтобы не написать на двери друга своего Жуковского из савана оделся ты в ливрею на пудру променял лавровый свой венец и руку жмешь камерлакею бедный певец автором эпиграммы был Бестужев Марлинский собрание стихотворения Ленинград 1948 год страницы 16 и 195 196 Другой поэт Федор Иван Чтючев не стеснялся называть своего друга князя Горчакова фасадом великого человека и нарцизом собственной чернильницы и так далее Соболевский друг князя Адоевского написал на него эпиграмму случилось раз во время она свалился с дерева комар и так далее Для перечисления подобных примеров потребовались бы не страницы а целые тома Из этого следует только что даже у хороших людей больше эгоизма чем христианской добродетели и ничего больше Кто же в этом грешен? У Тургеневым как у всякого выдающегося человека было много недоброжелателей и клеветников Известно о его кончине отразившейся скорбью во всей России Его похороны собравшие на улицах весь Петербург и сопровождаемые массами людей которым дорога русская слава были лучшим ответом его клеветникам и завистникам старавшимся уронить его значение в глазах русской читающей публики Кончу о нем словами Полонского словами вырвавшимися из сердца кто в Тургеневе потерял не только знаменитого родного писателя но и друга тот никогда не забудет как много потерял он насколько стал он беднее и беспомощнее разрыв Тургенева с Некрасовым и уход его из современника сильно отразились на характере редакции этого журнала в каждом кружке есть непременно лицо более или менее интересное симпатическое привлекательное таким был в современнике Тургенев его не стало и старые приятели мало-помалу один за другим начали удаляться в состав редакции входили к тому же новые лица принадлежавшие другому поколению ничем нравственно не связанные с прежним сотрудниками во главе журнала как критик дававший камертон направлению находился Добролюбов весьма даровитый молодой человек но холодный и замкнутый главный редактор и хозяин журнала Некрасов посвящал ему те свободные часы которые оставались у него после вечеров и ночей проводимых за картами в английском клубе и в домах где велась крупная игра громадные выигрыши и проигрыши поддерживая в нем одинаковое неравное возбуждение отвлекали его ум к другим интересам мешали ему вести дела с прежним вниманием Иван Иванович Панаев из редактора превратился каким-то образом в простого сотрудника получавшего гонорар за свои ежемесячные фильетоны Добрейший этот человек мягкий как воск всегда готовый служить товарищу когда-то веселый беспечный любивший приятельскую компанию находился теперь постоянно в мрачном раздраженном до болезненности состоянии духа в мриде и подняться к в мриде в мриде п